Трава спорож. Это поистине уникальная трава. Спорож реально лечит суставы, растворяет в соли кальция, фосфора и других минералов, растворяет камни в почках, в мочевом пузыре печени, он останавливает кровотечение. Это трава для суставов, связок и легких. Она богата кремнием. Скоро вы узнаете, чем полезна кремниевая кислота и как делать идеальный салат из свежей травы спорожа. Как правильно применять спорож при циститах, мочекаменной болезни и при болезнях почек, а также при туберкулезе, циррозе печени и воспалениях разного рода и при кожных проблемах. Как правильно собирать и хранить сырье, как делать лечебные сборы со спорожем при тех или иных болезнях. Вы узнаете о рецепте универсального отвара на пара из спорожа. Я расскажу о фармакологических свойствах и многом другом. Спорож это горец птичий или трава мурава, топтун трава, кураед. Имеются и прочие старорусские названия этой травы. Она является и лекарственным растением, и имеет кормовое значение для птиц и других животных. Она давно и широко используется в рецептах народной медицины. Молодые листочки используют как полезную добавку к супам и салатам. Лучше всего добавлять сырую траву в салаты. Делали со спорожем раньше пироги, а также применяли для приготовления пюре. Из травы и корня делают натуральные красители. Как лекарственное средство в виде напаров и отваров применяют сухую траву спорожа. И об этом далее я подробно все расскажу. Спорож это травянистый однолетник. Размером от 10 до 70-80 сантиметров. Цветет с апреля по конец осени. Корень горца птичьего небольшой, вертикальный, слабо разветвленный. То есть у спорожа корневая система стержневая. Стебли коленчатые, вертикальные, лежащие от основания. После периода цветения стебли отвердевают. И тогда сырье будет уже не лекарственным, не эффективным. Листья птичьего горца мелкие, имеют эллиптическую или линейно-ланцетную форму, сидят на коротких черешках. Цветы мелкие, доли, светло-зеленого цвета, розовые или белые по краям. В растении много витамина С, каротина, других полезных веществ. И главное, очень много органических кислот. Например, кремниевый. Она очень важна для эластичности сосудов и суставов. Применяется трава и при лечении кожного зуда. Растет она на пустырях, полях, вдоль дорог, на тропинках, по берегам рек, на огородах. Любит почву с высоким содержанием кремния, каменистую и глинистую. Растение довольно-таки хорошо накапливает кремний в себе, переводя его в хилатную органическую форму в виде кремниевой кислоты. А это очень важно для кожи, суставов, связок, сосудов. Усвоение кремния идет в тонком кишечнике благодаря ферменту силикозе, который производят ворсинки стенок самого кишечника. А это очень важно для печени и для желчного пузыря, и для самого кишечника. Внимание! Органический кремний удерживает все органические соли в коллоидном состоянии, то есть в водорастворимом состоянии. То есть он не дает формироваться песку из кальция, фосфора и других минералов в желчном пузыре, в мочевом пузыре, в почках, печени и даже в слюнных железах и предстательной железе. Да-да, и такое тоже бывает. Потому кремний жизненно важен и для волос, ногтей, костей. Моя же рекомендация, кому проще и удобнее, принимайте диатомит. Это порода полученная из древних отложений морей, оболочек древних диатомовых водорослей. Волосы точно перестанут выпадать, у кого эта проблема есть. Под видео будет ссылочка на диатомит. Используйте его в питании. Можно использовать и для подкормки растений на грядках. Для получения из этих растений, из той же зелени, большого количества кремния уже в составе зелени. Кремний образует коллоидные растворы, которые поглощают в себя тяжелые металлы, антибиотики и прочие токсичные вещества, которые выводятся из кишечника и через почки с мочой. Таким образом, спорожь помогает при нарушении обменных процессов в суставах и при отложении солей. И тут идеальная комбинация – это лечение суставов изнутри и снаружи. Помимо применения спорожья, посмотрите вот это мое видео про лечение подагры. А при лечении артритов и артрозов, посмотрите вот это мое видео. А у меня на канале в разделе, в плейлисте по лекарственным съедобным лечебным растениям уже более 20 видео. Посмотрите их непременно. Ссылку на этот раздел я оставлю вам под этим видео. И еще очень важная информация для всех тех, у кого есть свой огород, дача, крестьянско-фермерское хозяйство, или вы просто любите комнатные растения. Есть у нас натуральный органический препарат на основе фульвовых и гуминовых кислот. Это уникальная возможность сделать почву здоровой, не допустить многие болезни растений, увеличить плодородие, урожаи, сделать плоды вкуснее. Какими свойствами обладает этот уникальный натуральный препарат, эти почвенные кислоты, посмотрите непременно видео об этом препарате. Ссылку оставлю вам прямо сверху первой ссылочкой. Итак, сушка лекарственного сырья. Траву растения надо собирать в сухую солнечную погоду в период цветения, то есть практически все лето. Срезать верхушку длиной до 30-40 сантиметров, отделять от примесей, оголенных ветвей, сушить и собирать в холщовые мешочки. Сушить надо на чердаке или на печи, у кого она есть, можно на открытом воздухе в тени под навесами, либо в электросушке, то есть в дегидраторе, при температуре не выше 50 градусов по Цельсию. Во время сушки сырье переворачивать 2-3 раза, а когда стебли легко ломаются, сырье уже готово. Хранят в бумажных или тканевых мешочках до 3 лет. Не следует собирать траву вдоль дорог, на пастбищах и в загрязненных местах. Собирать надо далеко от дорог. Перед использованием, а можно перед хранением, резать на мелкие частички по 1-2 сантиметра. Это идеальный размер для запаривания. Чем же полезен и при каких проблемах со здоровьем применяют спорож? Эта трава-мурова является кровоостанавливающим средством в приматочных и геморроидальных кровотечениях. Снижает оно повышенное почечное давление. Очень важна для суставов. Растворяет камни в почках и желчном пузыре за 3-4 месяца. Но по растворению камней желательно и эффективнее использовать спорож с моими рекомендациями о диком меде. Как я это рассказываю в своих лекциях о том, как растворить камни в желчном пузыре, о том, как растворить камни в почках. Использовать совместно, перекрестно, но по отдельности. Порознь. То есть применять в один день, разумеется. Применяется спорож и как антитоксическое средство. Он выводит микробные и химические токсины из организма. То есть в том числе после перенесенных серьезных инфекций. Применяется он и при инфекциях мочевыводящих путей и почек. Улучшает нормальную работу кишечника. Лечит он и туберкулез легких. Да-да. Он просто фиксирует очаг поражения и кальцифицирует эти очаги поражения. Вот так. Лечит он и коклюш, и иные бронхолегочные заболевания. Убирает судороги при нарушении кальция, фосфора, магниевого обмена. Лечит фурункулезы и другие болезни. Кстати, в Индии вместо спороша применяли полполу. А высушенный спорош в Индии закупали в прямом смысле на вес золота. Дело в том, что водные вытяжки из полполы разрушают эмаль зубов. А вытяжки спороша нет. Спорош не менее эффективен, чем полпола. И еще очень интересный факт. В старину спорош применялся при укусах змей и бешеных животных. Применяли его на второй день от укуса змеями. Брали две столовые ложки сухой травы на один стакан горячей воды примерно 80 градусов. Трава с водой заливается в термос. Ну, раньше, разумеется, были глиняные горшки, которые клали в остывающую печь, чтобы не кипятить траву. И в ней оставалось больше лечебных свойств. Настаивали и пили в течение дня. Во время беременности пить на пар нельзя. А вот после родов, напротив, нужно и очень важно и для хорошей регенерации травмированных родовых путей, и для усиления образования молока у женщин. Ну, а теперь конкретные рецепты при тех или иных распространенных болезнях. Первое. Универсальный отвар готовится так. Да, если у вас иные болезни, при которых применяется спорош, но которые я далее не расскажу, то готовьте вот такой универсальный отвар, вернее, на пар. Дело в том, что при кипячении часть полезных свойств любого растения разрушается, и вы не получите такого эффекта, как могли бы получить, если делали бы именно на пар, а не отвар. Вот как правильно делать на пар. На 200 мл воды с температурой 70-80 градусов по Цельсию берется 1-2 столовых ложки измельченной сухой травы спороша, закрывается в термосе на 1-2 часа. Периодически термос желательно потрясывать, отжать, процедить траву и пить этот напар, то есть по сути водную вытяжку от спороша, по 100-150 мл 3 раза в сутки за 20-40 минут до еды, для лечения заболеваний органов пищеварения, мочевыводящих путей, а при подагре по 200 мл 2 раза в сутки, при хрупкости кровеносных сосудов, плохой свертываемости крови, хронических болезнях кожи по 150 мл 3 раза в сутки. Если до еды у вас применяются другие препараты или БАДы, то можно не до, а после еды применять на пары, скажем, через 40-60 минут. Но можно, кстати, делать чай из свежих растений с пороша, тем более если вы живете на природе или летом на даче. Тогда берите 2 столовых ложки свежего измельченного сырья на 1 стакан горячей воды 70-80 градусов, настаивайте в термосе 30-40 минут, затем процеживайте и пейте в течение дня, добавляя теплую воду, разводя готовый настой в 2-3 раза, то есть по сути у вас получится 3 стакана в сутки. Второе. Отвар для лечения мочекаменной болезни. Взять 6 чайных ложек сухого измельченного спороша, засыпать в термос, добавить 1 стакан горячей воды 70-80 градусов, настоять 2 часа, процедить, отжать, применять до 3 стакана 3 раза в сутки перед едой, курс 21 день. Внимание! Спорош при камнях можно применять только после прохождения УЗИ почек. Важно, чтобы размер камней не превышал 6 мм, иначе увеличится вероятность закупоривания мочевыводящих путей камнем при его движении. Третий. Сбор при хроническом пиелонефрите. Взять по 1 столовой ложке травы спороша, соломы овса, тысячелистника, цветов яснотки белой, листа толокнянки и листа шалфея, корней солодки и плодов можжевельника. Таким образом вы сделаете сбор, хорошенько его размешав. Запаривать 1 столовую ложку этого сбора в термосе 2 стаканами воды при 80 градусах на 5-6 часов и хорошо отжать. Разделить полученный объем на 4-5 частей и порциями применять 4-5 раз в день за 20-40 минут до еды и после еды через 20-40 минут. Курс 3 месяца. Четвертое. Средства для лечения туберкулеза. В равных частях смешать 3 компонента. Можно сухую траву споруша размолоть в блендере или мельнице. Сушеную кожицу черной речки. Максимально измельченную и гречишный мед или дягилевый. Или можно любой, но дикий, но лечебный дикий мед из колод или бортей. Ссылка на такой мед будет в описании под этим видео. Настоять эту смесь 4 дня в тепле, но не на свету. И применять по 1 чайной ложке каждые 6 часов. Запивая теплой водой до 50 градусов. Или, что лучше, водородной водой комнатной температуры. Что касается водородной воды, смотрите, вот это последнее по данной теме, опубликованное на моем канале в видео. Вот оно. Ссылка будет в описании. Пятое. Сбор при циррозе и фиброзе печени. Взять по 1 столовой ложке травы с пороша, листьев крапивы, шалфея, мелисы, ромашки. Добавить по 1 столовой ложке сухих ягод, калины, барбариса и корневищ аира. Хорошо перемешать в сбор. Смесь готова. Залить 1 столовую ложку этой смеси горячей водой 70-80 градусов термос двумя стаканами воды. Настоять 5-6 часов, затем процедить и полученный таким образом объем выпивать за сутки в 4-5 приемов за 20-40 минут до еды или и после еды через 40-50 минут. Курс 6 месяцев. Он совмещается с любыми БАДами, но не с другими травами. Также он сочетается с грибными препаратами. Вообще любые травяные сборы сочетаются с грибными препаратами, помните это. Но другие травы при применении того или другого сбора добавлять не нужно, чтобы не было каких-то наложений, которые не учтены фитотерапевтами-составителями сборов. Шестое. Укрепляющее средство, повышающее и аппетит, и обладающее противовоспалительными действиями. Взять 3 столовые ложки измельченные травы спороша, столько же корней дуванчика и столько же травы полыни. Добавить по 2 столовых ложки травы фиалки трехцветной, льнянки и яснотки. Добавить 1 столовую ложку плодов аниса. Добавить 4 столовые ложки сухого шиповника. Добавить 5 столовых ложек корней солодки, 2 столовых ложки плодов боярышника, 2 столовых ложки семян лопуха, 1 столовую ложку травы горячавки и 2 столовых ложки корней алтея. Да, сбор сложный, но очень эффективный. Хорошо перемешанный сбор готов. Взять 2 столовые ложки этой смеси, добавить литр воды в термос при 70-80 градусах, настоять ночь, процедить и пить по 100-150 миллилитров 4-6 раз в день. Курс месяц. Ну а теперь я расскажу вам о полезном салате из спороша. Надо взять 100 грамм свежей травы из спороша. Вес я дам усредненный, конечно, можно взять и больше, но на 100 грамм свежей молодой травы из спороша добавить по 50 грамм. Листьев поддорожника, щавеля, крапивных листьев, одуванчика, огуречной травы. Можно ошпарить эти листья кипятком на одну минуту, откинув на дуршлаг и затем нарезать. А можно раскатать ту же крапиву, чтобы не жглась скалкой вместо ошпаривания. Затем нарезать, можно добавить по желанию, куриное яйцо, кто яйца ест, немного зеленого лука, морковки, посолить по вкусу. Кстати, имейте в виду, как можно солить. Используя соль во много раз меньше, получает тот же самый привычный соленый вкус. Вот это видео будет вам в помощь. Далее заправить льняным или кунжутным, или амарантовым, органовым, или кедровым, или иным маслом. Посыпать зеленью вроде измельченной петрушки или укропа, кому что по вкусу. И полезный салат готов. Теперь я расскажу вам о том, как применять ванны со спорышем при ревматоидном артрите. Берется 300 грамм сухой травы, спорыша. Смешивается с 5 литрами горячей 80-90 градусов воды. Настаивается 2-3 часа, закутывая хорошо газетами и полотенцами, как это раньше всегда делали. Процедить и добавить ванну с водой. Применять такие ванны при температуре воды в ней 32-35 градусов через день. Продолжительность пребывания в такой ванне до 20 минут. Пожалуй, я расскажу вам еще об одном сборе. Это сбор для лечения хронического цистита при разных его типах. Надо взять 3 компонента. По 2 столовых ложки трав с пороша, круглолистной грушанки. И добавить 1 столовую ложку краевых цветочков синего василька. Залить 1 столовую ложку этой смеси 1 стаканом горячей 70-80 градусов воды в термос и оставить на 2 часа. Потом отжать и пить по 3 стакана 3 раза в день 30 дней подряд. А после перерыва в 30 дней курс повторяют при необходимости. Помните, что нельзя лечиться в период обострения цистита. Данный сбор эффективен при цистите с повышенным количеством лейкоцитов в моче. А если в моче есть и эритроциты, то вместо грушанки следует взять траву золотарника канадского или золотарника обыкновенного. Ну а при обнаружении щелочной реакции в моче вместо грушанки взять листья толокнянки. Вот такой ценный совет в разных его комбинациях. Теперь в ваших домашних рецептах есть и такой. Существует, конечно, противопоказания к применению. Это гиперчувствительность к растению и препаратам на его основе. Беременность, острые воспалительные процессы в мочевом пузыре и почках, камни в мочевыводящих путях диаметром более 6 мм, повышенная свертываемость крови, тромбофлебит и склонность к тромбозам, заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как стенокардия, инфаркты и инсульты в анамнезе. Ну и детский возраст до 7 лет. Ну и напоследок, наружный использует спорож при различных кожных заболеваниях, а при этом внутрь универсальный сбор подойдет отлично. Так вот, наружный применяется при дерматитах, угрях, фурункулах, сибореи, облысении, для лечения и быстрого заживления ран, язв, ушибов, ожогов, для рубцевания трофических язв. Берется 3 столовых ложки сухого спорожа на 200 мл, горячей воды 78-90 даже градусов и в термосе настаивается 20 минут. Процеживается и тампонами, и ватными дисками, которые смачиваются данным настоем, смазываются раны, порезы, язвы, ушибы. Ну и сейчас завершение буквально на 2 минуты. Реклама от меня моих продуктов, товаров, а не чьих-то других, как это делают блогеры, ну ради заработка. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики, ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации.